МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо сейчас вы узнаете о самых ярких моментах открытия. 23 октября в Уфе открылся 18-й российский энергетический форум. Он стал продолжением российской энергетической недели, которая накануне прошла в Москве. Форум этого года рекордный по числу спикеров и модераторов. Более 3000 делегатов, представителей энергетических и промышленных компаний страны, науки, бизнеса из 12 регионов России и 6 стран мира. Тема пленарного заседания в этом году – Россия в мировых трендах развития альтернативной энергетики. О том, как работает программа господдержки возобновляемых источников энергии, в открытом диалоге рассказал заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Токарев. Олег Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Полтора года назад мы уже разговаривали с вами в нашей открытой студии. Вот каковы впечатления за эти полтора года о том, что происходит в отрасли на сегодня? Безусловно, отрасль развивается, и это благодаря той промышленной политике, которую проводит наше государство. У нас есть серьезные достижения. Это касается и энергетического машиностроения, и электротехнической, и кабельной промышленности. То есть те от отрасли, которые дают все решения для российской энергетики. Сегодня очень много будут говорить о государственной поддержке отрасли, в том числе, насколько я знаю, что и вы выступаете на пленарном заседании на тему государственной поддержки развития индустрии для возобновления энергии. О чем конкретно пойдет речь во время вашей работы, вашего выступления? Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало достаточно серьезный комплекс мер поддержки индустрии для и возобновляемой энергетики, и для большой энергетики России. Это и субсидирование научно-исследовательских работ, это субсидирование продвижения пилотных партий, то есть новая продукция, которая появляется на рынке, поддерживается государством. Это и поддержка, безусловно, экспорта. Экспорт-ориентированность для нас является новым, приоритетным направлением нашей промышленной политики. Сегодня очень много говорят о новых видах генерации, в том числе солнце, ветер. Откуда брать энергию? Как вам кажется, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Я думаю, наша страна настолько большая, что хватит места любым видам генерации. Безусловно, мы поддерживаем развитие традиционной энергетики, но вместе с тем уделяем особое внимание развитию индустрии возобновляемой энергетики. Вы правильно отметили, это и солнечные электростанции, это и ветропарки, это мусоросжигающие тепловые электростанции, это биоэнергетика. Достаточно широкий комплекс решений для нашей экономики. Но время летит очень быстро, как мы уже сказали в начале разговора. Два года назад вы уже были в студии, а мы смотрим на будущее. Насколько я знаю, программа поддержки в Российской Федерации расписана до 2024 года. Что будет дальше и как реализовывать потенциал нового сектора экономики за пределом 2024 года? Мы хотели бы видеть и дальше продолжение поддержки возобновляемой энергетики. Насколько я знаю, речь идет о примерно 1 гигаватте ввода мощностей в год. То есть всего за период с 2025 по 2025 год 10 гигаватт. Безусловно, мы заинтересованы в углублении локализации. Уверен, что для солнечной энергетики нам вполне по силам освоить 100% локализацию. Для ветроэнергетики 90% вполне достижимый рубеж. Ну что ж, я думаю, что вот в нашей студии мы будем держать руку на пульсе. И в следующий раз мы обязательно подведем промежуточные итоги. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Открытая студия канала «Россия Башкортостан» продолжает свою работу здесь, на ВДНХ. Следующий гость нашей студии – руководитель Центра развития возобновляемой энергетики Георгий Ермоленко. Георгий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение выступить перед такой прекрасной аудиторией. Георгий Викторович, накануне в Москве пошла Российская неделя энергетики. И темы, обсуждаемые, были созвучны с нашим уфимским форумом. В том числе в центре внимания это альтернативные источники энергии. Как вы оцениваете потенциал возобновляемых источников энергии в нашей стране? Ну, если говорить о природном потенциале и техническом потенциале, это то, что можно реализовать, то каждый из источников энергии, как ветер и солнце, многократно перекрывают потребности в электроэнергии нашей страны. Эта энергия распределена по всей территории Российской Федерации. В разной степени существуют приоритетные регионы для ее развития. И когда говорили, так сказать, о том, что солнце – это не наш источник энергии, что Россия темная, но Анатолий Борисович Байс сказал, что Россия холодная, но не темная. И солнце у нас можно развивать как на юге страны, на севере, на Дальнем Востоке. А ветроэнергетика – это, опять же, побережье северных морей, Дальний Восток, юго-западный регион и центральная Волга. Наша республика славится своей нефтью. Об этом наверняка и вы знаете. Можно ли просчитать, какой объем вот этого топлива можно заместить за счет одного лишь ветра? Ну, это посчитать можно, но сделать это на глазах аудитории я не смогу. Но я могу сказать, что мы занимаемся вопросами оценки ресурсосберегающего потенциала. И ресурсосберегающий потенциал ветра очень высок. Он дает возможность направить не сырую нефть, так сказать, на экспорт, либо газ на сжигание, а в нефтехимию и газохимию. И это дает миллиардные в твердой валюте доходы государства ежегодно. А как вы считаете, дойдем ли мы когда-нибудь до того, чтобы закрыть угольные и другие тепловые стации, работающие на ископаемом топливе, и заменить их возобновляемыми источниками энергии? Ну, это сложный социально-экономический вопрос, потому что существуют регионы, где угольная промышленность является основной, и население, основное население работает в этой отрасли, это первое. Поэтому быстро такой перехода произойти не может. Такие страны, как Россия, Индия, Китай, Австралия, где угольная генерация развита, не планируют в ближайшие десятилетия закрывать угольную отрасль, а проблема более чистой генерации на угле, она существует, она решается, и она поставлена, и в рамках Парижского соглашения эти работы тоже ведутся вот в плане климатического и экологического. Юрий Викторович, вы в первый раз на Уфимском энергетическом форуме? Я первый раз, мне здесь очень нравится, очень яркое, крупное мероприятие, очень много знакомых лиц и новых, которых я еще не видел, и очень интересные решения, так что спасибо за приглашение. Будем надеяться, вам понравится в Уфе, и до встречи вновь в нашей открытой студии. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Наконец-то в нашей стране стали верить, что ветер бывает не только в карманах или в голове. О ветроиндустрии в открытом диалоге поговорим с Игорем Брызгуновым, председателем Российской ассоциации ветроиндустрии. Игорь Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, зачем нашей стране, основой энергетики которой является нефть, уголь и газ, ветроиндустрия? Неужели растет конкуренция? Ну, вполне закономерный вопрос, и ответ на него – это развитие новых технологий. В 2013 году главным аргументом, заставившим государство поддержать возобновляемые источники энергии, это было создание новой индустрии возобновляемых источников энергии. Солнечной энергетики, энергетики малогидростанции и ветроэнергетики. Сегодня эти индустрии уже создаются, они уже делают первые шаги и дают первые результаты. Ветроэнергетика – это ведь не дешевое удовольствие, или я ошибаюсь? Да, ветроэнергетика – не дешевое удовольствие, как энергетика вообще. Любая энергетика в нашей стране, она имеет свою специфику, она датируема государством, так или иначе. И развивается эффективно только за счет государственной поддержки и поддержки всей промышленности. Можно ли представить такую ситуацию, что в нашей стране через какое-то количество лет каждый человек сможет построить себе ветроэлектростанцию, скажем там, на своем участке? Да, конечно, это является предметом законодательной части, законодательства поддержки возобновляемых источников, которая называется «Поддержка возобновляемых источников на так называемом рынке микрогенерации». Когда любой, скажем так, частный владелец возобновляемого источника, ветрогенератора, солнечной панели, мощностью до 15 кВт, сможет ее установить у себя и отдавать электроэнергию в сеть за деньги. Есть ли какие-то проблемы для экологии, для растений, животных, в связи с как раз вибрацией, я не знаю, с шумом, которые вот эти ветроэлектростанции... Очень часто встречающийся вопрос, спасибо. Нет, вреда для экологии нет, именно поэтому эта энергетика, она называется «зеленой». Прекрасно. Когда ветрогенераторы станут привычной историей для России? И правда ли, что первый ветропарк в нашей стране будет построен в 2021 году? Нет, неправильно. Первый ветропарк у нас уже построен. 35 мегаватт в Ульяновской области работает с января этого года. Сейчас строится еще ветропарк 50 мегаватт. И в соответствии с конкурсами, которые прошли за последние три года, инвесторами будет построено ежегодно, будет вводиться в строй от 200 до 700 мегаватт. И к 2023 году у нас будет построено порядка более 3 гигаватт ветропарков. Желаем вам успехов в ваших начинаниях и спасибо, что пришли в открытую студию. Спасибо. Сделать энергетику умной, экологичной и доступной задачей, которая стоит перед энергетическим сообществом России. О перспективах развития мировой энергетики в открытом диалоге рассказал гость Уфимского форума, лауреат Нобелевской премии мира Игорь Башмаков. Игорь Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что такое экологичное поведение и насколько вот это поведение характерно для нашей страны, для России? Экологичное поведение может иметь достаточно много аспектов. Оно может касаться использования энергии, может касаться обращения с отходами, обращения с природой. То есть здесь очень много аспектов. Если говорить в отношении потребления энергии, то это использование в быту наиболее энергоэффективного оборудования. То есть вы не отказываетесь ни от каких услуг комфорта. То есть все параметры комфорта проживания или там на рабочем своем месте вы имеете в полном масштабе, в каком вам нужно. Вопрос, что вы эти параметры можете обеспечить, используя более или менее энергоэффективное оборудование. То есть если вы, например, используете лампочку накаливания, то вы потребляете 60 Вт на обеспечение заданного светопотока. А если вы используете светодиодную лампу, то вы можете потреблять в 10 раз меньше. Таким образом, экологическое поведение в этом отношении, это означает, что вы используете наиболее эффективные приборы. И поведение ваше такое, что вы используете их тогда и где, когда вам это нужно. То есть если вы находитесь в какой-то зоне, и у вас есть местное освещение, вы, например, читаете книгу, вы включаете местное освещение, а не общее освещение. И столько времени используете освещение, сколько вам нужно. То есть если вы в этом помещении не находитесь, то вы отключаете прибор электропотребляющий, если вам его услуги не нужны. Вот как бы в самых таких общих чертах. Если мы говорим об обращении с отходами, то это минимизация использования того, что вам на самом деле не нужно. То есть потребление ровно такого количества благ и услуг, которые вам действительно нужно, чтобы минимизировать саму генерацию отходов. Если говорить об обращении с отходами, то здесь, конечно, вопрос раздельного сбора мусора, сортировки, переработки отходов. То есть здесь должны формироваться вот такие привычки поведенческие. Но здесь очень многое, конечно, от муниципалитета зависит. Если муниципалитет организовал раздельный сбор мусора и переработку отходов, то вы можете в этом активно участвовать. Безусловно. Но вы знаете, организовывают сбор мусора раздельный, как вы сказали, но затем этот мусор снова в общей куче утилизируют. Это безобразие, конечно, у людей это негативные очень отношения к этому порождает. Поэтому здесь очень важно, чтобы действительно все это работало так, как оно должно работать. Ну, если говорить об отношении к природе, то здесь просто нужно бережно относиться, не мусорить в лесу, не ломать то, что вам не нужно ломать. То есть бережно относиться к природе, понимая, что это наше достояние. И в конце концов то, что вы нарушаете природу, потом аукнется по отношению к вам. То есть природа многие свои экологические услуги, которые она предоставляет, не сможет вам предоставлять. Вы не сможете наслаждаться ландшафтом, отдыхать, собирая грибы там или на рыбалке и так далее. Но как вы думаете, когда людям не хватает денег на элементарное для того, чтобы жить, неужели они думают об экологии, о планете и о будущих поколениях? Мы об этом говорили с вашими коллегами. Я скажу, я вырос в семье, где было 6 детей, я 5-й ребенок. У нас никогда не хватало денег. Моя мама была очень рациональна и очень экономична, использовала все. У нас не было лишних отходов. Мы очень экономно использовали электроэнергию и все остальные виды энергии, газ, тепловую энергию. Поэтому на самом деле малообеспеченные люди более рационально, более внимательно относятся к тому, куда и на что они тратят свои деньги и к тому, как они могут сократить свои расходы, снижая заодно и негативное влияние на окружающую среду. Понятно. Сегодня на пленарном заседании вы говорите о новейших тенденциях электрификации и перспективах развития мировой энергетики. Вот более конкретно, только коротко, о чем пойдет речь? Ну, сегодня мы находимся в периоде, когда происходят революционные изменения в энергетике и в электроэнергетике мировой. Очень быстро и динамично развиваются возобновляемые источники энергии. Динамично происходят процессы повышения энергоэффективности. Многие страны приняли целевые установки специальные по повышению энергоэффективности, по развитию возобновляемых источников энергии, по снижению выбросов прониковых газов. И это очень сильно влияет на все параметры развития мировой энергетики и в том числе на нашу страну повлияет. Сегодня активно развиваются процессы электрификации. Будущее будет электрифицировано, в том числе и транспорт. Что такое транспорт? Для нас это продажа жидких углеводородов. Значит, если транспорт электрифицируется, меньше жидких углеводородов мы сможем продавать в будущем. Таким образом, эти процессы нужно очень внимательно изучать, отслеживать и понимать, какими последствиями это может обратиться для Российской Федерации. И когда мы смотрим на горизонте до 1950 года, то мы видим, что рост спроса на жидкие углеводороды где-то до 1930 года может продолжаться, а может и раньше закончиться. Потом выйдет на плато и потом начнет снижаться. В отношении газа выход на плато будет чуть-чуть позже. Это означает, что мы по модели сырьевой экономики очень долго не сможем продолжать развиваться. Если мы хотим действительно ускорить наше экономическое развитие и развиваться темпами не ниже, чем будет развиваться мировая экономика, нам нужно найти другие драйверы роста, не сырьевые. Как вы считаете, найдутся эти драйверы роста? Мы должны найти. Я оптимист. Спасибо. Спасибо за то, что из года в год вы принимаете участие в работе открытой студии. До свидания. Мне очень приятно. До свидания. Мы продолжаем нашу работу. Энергетический форум – это не просто площадка для заключения договоров. Участники приезжают сюда поделиться опытом и рассказать о своих достижениях. О чем сегодня говорит компания «Матрица», узнаем у инженера отдела внедрения Игоря Мурашкина. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша компания на рынке энергооборудования уже существует 15 лет. Чего удалось добиться за это время? Да, действительно. Более 15 лет мы занимаемся производством интеллектуальных приборов учета и автоматизированных систем на их основе. За эти 15 лет внедрено более 2 миллионов точек учета по всем регионам Российской Федерации и за ее пределами. Ну а сегодня мы представляем новую линейку оборудования нового поколения. Где работает это оборудование? Основные наши клиенты – это крупнейшие энергокомпании. Большинство таких систем сейчас работает у нас в Подмосковье. От Калининграда до Владивостока и Сахалина можно посмотреть работу предыдущих линеек нашего оборудования. В чем преимущество именно у ваших систем перед другими? Наверное, в ее простоте. Как и при пусконаладке, так и при дальнейшей ее эксплуатации. Это прослеживается во всем буквально. То есть, начиная от включения в состав системы счетчиков по принципу plug-and-play и заканчивая интуитивно понятным программным обеспечением нашего верхнего уровня. Кстати говоря, бесплатного. Кроме того, эта система способна и позаботиться об абоненте. То есть, защитить его сеть, его оборудование от некачественного напряжения. А для удобства абонента, для комфортного просмотра показаний разработан беспроводной удаленный дисплей, с помощью которого абонент может посмотреть и свои показания, и также ряд параметров сети. Есть ли у вашей компании представительство в нашей республике? На текущий момент нет. Мы активно работаем над этим. По всем вопросам предлагаем обращаться на наш сайт matrice.ru во время работы энергетического форума на наш стенд номер 21. Будем следить за вашими успехами и спасибо, что пришли на интервью. Олег Шуткин, заместитель генерального директора, директор бизнес-единицы инжиниринга и генерации группы компании Hevel, в приветственном слове к участникам форума отметил, что республика открыта для внедрения инноваций в энергетический сектор экономики. Одной из своих первых солнечных электростанций в России компания построила в 2015 году. В республике Башкортостан. А сегодня Урал по праву стал одним из лидеров по темпам роста установленной мощности солнечной генерации. О дальнейших планах Олег Шуткин рассказал в открытом диалоге. Олег Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство энергетики поставило задачу к 2020 году увеличить долю солнечной энергии в нашей стране до 9,5%. Расскажите, какие регионы нашей страны наиболее перспективны для солнечной энергетики и есть ли среди них наша республика? Вы знаете, это очень амбициозный план. Мы уже давно работаем в республике Башкортостан. Это один из первых регионов, в котором строились наши проекты. Вообще республика обладает необходимым потенциалом и по солнечной энергии, и по возможности размещения солнечных станций, и по возможности их подключения к сетям. Поэтому мы оцениваем потенциал республики как достаточно большой. Наши планы здесь не ограничиваются тем, что мы уже построили. Ну, кстати, вот о первых ласточках тоже надо сказать. Про Буребаевскую и Бугульчанскую солнечные электростанции пару лет назад. Что за это время изменилось? Может быть, какие-то еще станции должны появиться в ближайшие годы? Да, у нас в высокой стадии проработки проект третьей очереди Буребаевской станции. Еще 25 мегаватт дополнительно, к уже имеющимся 20 мегаваттам. Это будет станция полностью на новых модулях гетероструктурных, наиболее эффективных в мире. В топ-3 входит наше новое производство. Также мы планируем дополнительные проекты в Хайболинском районах, в Кюргазинском районах. Уже в рамках новой программы поддержки, которую правительство планирует до 2024 года увеличить объемы солнечных электростанций на оптовом рынке. Это будут те проекты, которые мы реализуем здесь. Также мы рассматриваем проект строительства станции в Бурзианском районе. Там, где достаточно длинная сеть и нестабильная, одноцепная линия, которая не очень стабильна, не очень надежна. Мы хотели бы своей электростанции увеличить надежность энергоснабжения, уменьшить потери в сетях. И такой проект мы хотели бы реализовать в рамках розничного рынка электроэнергии. На энергетическом форуме вы говорите о солнечной энергетике как лидере развития энергетических технологий. Расскажите об этом подробнее. О каких достижениях в России можно говорить? Знаете, я уже сказал, что мы одни из лидеров по эффективности солнечных модулей, которые мы производим. Это сейчас на уровне фотоэлектрического элемента 23,7%. Это лучший показатель в мире в топ-3 ведущих мировых производителей. И одновременно мы развиваем технологии интеграции солнечных электростанций в энергосистему. В частности, в Башки реализован пилотный проект по телеуправлению солнечной станции на Буребаевской солнечной электростанции. Что ж, пусть солнце светит всем одинаково, а вам желаем удачи. Спасибо большое. Спасибо вам. Аркадий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Существуют ли в России, да и в других странах, рынки труда напрямую связанные с возобновляемыми источниками энергии? В первую очередь, это связано с производством соответствующего оборудования. Ну и, конечно, определенные эксклюзивные, уникальные компетенции персонала, они связаны с солнечной электроэнергетикой, с ветроэнергетикой. Хотя, надо сказать, что рынок труда достаточно узок, особенно в нашей стране, но, собственно, потому, что еще только зарождаются соответствующие тренды. Можно ли посоветовать будущим выпускникам вообще обратить свое внимание именно на эту отрасль? Ну, с точки зрения того, что эта отрасль достаточно востребована, в первую очередь, в Западной Европе, наверное, обратить можно. Хотя, может быть, более правильно ориентироваться на более широкие компетенции с тем, чтобы иметь возможность подстраиваться под гибкие требования рынка труда и реагировать не только на новые вызовы и новые специальности, появляющиеся в сфере возобновляемой электроэнергетики, но также ни в коем случае не забывать об энергетике традиционной. Аркадий Викторович, Вы в первый раз на Уфимском энергетическом форуме? Вы знаете, мне уже повезло бывать здесь три года назад, и вот тогда ваши коллеги, организаторы этого форума, очень серьезный круглый стол провели, который как раз был посвящен тематике внедрения профессиональных стандартов. Тогда еще только запускающейся национальной системе профессиональных квалификаций, и я докладывал о развитии отраслевого сегмента, о тех первых тогда еще профессиональных стандартов в распределении электроэнергии, выработке тепловой генерации, гидрогенерации, которые к тому моменту мы создали, и о тех перспективах, которые сегодня в значительной степени уже стали реальностью. Я с удовольствием рад буду нашим коллегам рассказать о том, что сделано за эти три года, в том числе при нашем участии. Желаем Вам получить удовольствие от пребывания в Уфе, в частности на энергофоруме, и благодарим за интересную беседу. Большое спасибо, я уже начал получать это удовольствие благодаря нашей с Вами беседе. Спасибо. Спасибо. А мы продолжим работу открытого диалога. Давайте прервемся и узнаем, что происходит в павильонах ВДНХ-экспо. Российский энергетический форум, который проходит в Башкирии, в Уфе традиционно является крупнейшим после московской энергетической недели, которая завершилась в столице нашей страны. Огромное количество стендов, как всегда, иностранных делегаций. Посмотрите, некоторые компании представляют так называемые альтернативные, если можно сказать, способы добычи энергии. Девушки крутят педали на велотренажерах. Но это, конечно, шутка. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я понимаю, что у Вас рабочие моменты. Я доотвлеку Альбина Вильник-Ильдегуловой, генеральный директор Башкирской выставочной компании. Ну, я поздравляю Вас с открытием. Спасибо, Рустам. Да, сегодня открылся российский энергетический форум, наша выставка энергетика Урала. Поэтому четыре дня напряженной работы на ВДНХ-экспо. Я обращаю Ваше внимание на постоянные командировки, правительственные командировки. То есть вот работа выставочной отрасли в республике продолжается, несмотря на то, что многие говорят о каком-то кризисе. Нет, ну работа продолжается, просто она стала интенсивнее и энергичнее. Вот. И приходится не сидеть на месте, а очень много ездить, очень много посещать форумов. Потому что необходимо знакомиться и приглашать людей к нам в Уфу, а нам есть что показать, есть что посмотреть. Ну, если мы тоже не будем стоять с Вами на месте, а пройдемся с Вашего позволения, Минпромторг Российской Федерации. Мне кажется, это очень круто и знаково, что вот такой большой стенд, правильно я говорю, сегодня представлен в Уфе. Впервые за выставочную историю республики у нас присутствует Министерство промышленности и торговли. Вот на стенде они участвуют в деловой программе у нас. На стенде 15 компаний, 15 компаний. Поэтому участие в деловой программе для нас это очень знаково, очень знаково. Это говорит о том, что Уфа на самом деле стала центром форумной конгрессной части России. Чего Вы и Ваша команда уже добиваетесь из года в год, от форума к форуму, от выставки к выставке? Стараемся сделать, чтобы Уфа стала центром событийной отрасли России. Это все способствует проведению именно наших мероприятий. Многие из спикеров, которые сегодня уже побывали в нашей открытой студии, говорят, что с каждым годом уровень мероприятий в Уфе растет. Вот в чем фишка сегодняшнего форума, который проходит в Башкирии, в Уфе? Ну, я бы сказала, знаменательная, как Вы говорите, Рустем, фишка, это то, что 250 спикеров, из них 80% это иногородние и мировые спикеры. То есть мы добились впервые, что у нас участвуют и мировые эксперты отрасли энергетической. Вот. И я считаю, что все три дня, три дня именно деловая часть, четыре дня выставки, это будет очень интересная работа, очень интересная. Ну и могу сказать, что Уфа в этот день принимает огромное количество людей. Все гостиницы заполнены, самолеты летят со всеми участниками нашего форума. Ну, это такой праздник, это хорошо, это деловое такое движение. Поэтому чем больше Уфа будет мелькать на всяких новостных лентах, тем для нас всех будет очень интересно жить. И интересно жить жителям нашего города и жителям нашей республики. Это прекрасно. Спасибо, что Вы создаете такие, как говорят журналисты, информационные поводы. Удачи Вам и Вашей команде. Спасибо, Рустем. С Вами совместно. И это все на сегодня. Желаем успехов форуму и энергетикам республики. Благодарим всех спикеров, которые нашли время и пришли в открытую студию канала «Россия Башкортостан». До свидания. Счастливо.